Вот уже третий год инициатива БРСМ вызывает огромный интерес у молодежи. Так, в 24-м символическая автопроцессия объединила порядка 80 молодых специалистов из Могилевской области и 11 регионов России. В течение двухнедельного путешествия на тематических автобусах они посещают культовые места. В каждой точке маршрута – патриотические автопробеги, трудовые десанты, открытые диалоги, посещение памятных мест, флешмобы, экскурсии по предприятиям, организациям и концертные программы. В Бобруйске ребята провели два дня. Сегодня 10-й день международного молодежно-патриотического проекта «Дорогами памяти и славы». И сегодня мы находимся в славном городе Бобруйске. Самое главное, что ребята хотели посетить и увидеть, это ваши, наши градообразующие предприятия, такие как Агромаш и Белшина. Потому что молодежь из Российской Федерации знает по всему миру именно производство Белшины. И сегодня ребята окунутся в это поистине мощное производство, которым знает весь мир. И не только о его масштабах, но и о его качестве. Поэтому я уверен, что это будет интересно ребятам и запоминающимся. Визит на Белшину вызвал неподдельный восторг. Завод практически единственный в мире производит шины для карьерных самосвалов. Специалисты и руководство предприятия провели экскурсию по производственным процессам и познакомили участников проекта с созданием обувки для разных категорий авто. Мы видим, как молодые специалисты с абсолютно разных видов деятельности пришли к нам на этот проект. Я сама из Бобруйска, я работаю здесь на Белшине. Я горжусь тем, что я работаю здесь, на этом заводе. Потому что здесь люди, они также совершают невероятный подвиг, как те герои, которые совершали во время войны. Вообще слов нету. Достаточно такой интересный процесс создания шины, изготовления. Я сам со Смоленска, работаю на заводе. Мы делаем двигателя для карьерных самосвалов. И вот теперь примерно понимаю, какого размера у нас двигатель и какого размера шина. Это прям не объяснить вообще. Очень крутые впечатления. За день до этого гости посетили Бобруйскую синагогу, еврейский дворик, городские достопримечательности. Первое, чем мне запоминается любой город, это чистота. Потому что вот прям все так аккуратненько убрано везде, все просторно. То есть нет, например, как у нас в Москве, вот этих вот домик на домике. Вот, как бы есть где разгуляться. Маршрут проекта подходит к своему завершению. После Бобруйска активная, творческая и неравнодушная молодежь направилась в Осиповичи. Позади 3000 километров. Инициатива продолжит свое движение уже в следующем году. Сохранение исторической памяти, передача ее новым поколениям, объединение и сплочение на основе исторических героических традиций Родины – главная задача патриотического проекта. Роман Костюков, Максим Калинин, Бобруйск, 360. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова